Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня интересное видео для вас от моей ученицы Юли, которую вы уже видели у меня на канале. Она приезжала ко мне во Флориду. Я провел с ней пару тренировок. Она занимается у меня дистанционно. И сегодня она сама расскажет и покажет, как она это делает. Это будет интересно всем. И в первую очередь девчонкам, конечно же, и тем, кто хочет стать моим учеником дистанционно. Всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я снимаю видео специально для канала Heavy Metal Gym. Я бы хотела поделиться с вами своей историей о моем пути к тренажерному залу и к тренировкам по программе Егора. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Я никогда не была спортивным человеком, но также и никогда не страдала лишним весом. И, конечно же, в более молодом возрасте, в 18-20 лет, я особо не задумывалась о здоровом питании, о здоровом образе жизни и не видела никакой необходимости для занятий спортом. Но после переезда в Америку, смены климата, смены питания я все-таки набрала лишние килограммы и спустя какое-то время я записалась в тренажерный зал. Тренировки мои были непостоянными и очень хаотичными. Построение грамотного тренировочного процесса для меня оказалось самой большой проблемой, поскольку я не понимала, с чего начать мои тренировки, как их заканчивать, как их правильно строить, какие группы мышц прорабатывать и на каких тренажерах. И огромное количество противоречивой информации в интернете только сбивало меня с толку. Да и, если честно, мне было лень разбираться во всем этом, поскольку я даже не понимала, с чего мне начать. Я продолжала ходить в спортзал и в основном бегала на беговой дорожке. И постепенно, через пару лет после адаптации, после моего переезда лишний вес начал уходить, но в основном это происходило за счет ограничения в употреблении сладкого и фастфуда. Постепенно я поняла, что мне довольно-таки скучно ходить в тренажерный зал. Я бросила эти занятия и записалась на фитнес-классы, которые назывались бар-фитнес. Суть тренировок заключалась в том, что тренировка проходила у балетного станка на разные группы мышц с маленькой амплитудой движений и с минимальными весами. Эти тренировки очень хорошо прорабатывали тонус мышц и постепенно я вернулась к своему первоначальному весу, с которым я и приехала в Америку. Но в какой-то момент я поняла, что мне хочется большего и что мышцы от этих упражнений совершенно не растут. Тогда как раз Инстаграм набирал свою популярность и особенно стали популярны различные фитнес-марафоны. Я даже участвовала в довольно крупном фитнес-проекте, который очень популярен в России, и я уверена, что многие из вас его знают. Но этот проект точно так же не принес мне ожидаемого результата. А ожидаемый результат для меня был это набор мышечной массы и прорисовка рельефа всего тела. Однажды совершенно случайно на YouTube я наткнулась на канал Егора, и мне очень понравились его видео, в которых было очень подробно и грамотно изложена техника упражнений. И некоторые вещи, о которых говорил Егор, для меня стали настоящим открытием Америки. Например, то, что не нужно делать часовые забеги классического кардио для потери жира, или что приседы и становые тяги эффективнее любых махов ногами и упражнений в тренажерах, или о том, что обязательно нужно делать экстензии и гиперэкстензии, и чем они отличаются. Именно тогда у меня появилась мысль снова записаться в тренажерный зал, но на этот раз я хотела заниматься с персональным тренером. И в марте 2017 года я связалась с Егором и начала свои тренировки под его руководством. Поначалу было тяжеловато. Я не могла понять технику и принцип некоторых упражнений. Мне было тяжело влиться в новый для меня тренировочный процесс. И, наверное, самый большой страх, который присутствовал у меня и который, я уверена, есть у многих новичков, это прийти в тренажерный зал и показаться глупым, незнающим и непонимающим человеком. Но этого не стоит бояться. И тем более сейчас многие залы, по крайней мере в Америке, предлагают либо бесплатно, либо с большой скидкой первую сессию с персональным тренером. И в течение этой сессии вы запросто можете попросить показать вам, как работает тот или иной тренажер. И вам этого будет достаточно для того, чтобы начать свои тренировки. Что касается питания, то здесь особых стрессов у меня не было, поскольку уже до этого я ограничивала себя в сладком и разбивала питание на меньшие порции. Единственное, чему мне пришлось научиться, это вакуум по утрам, переход на более частое питание, это примерно 4-5 раз в день, правильный завтрак без каких-либо фруктов или сладкого, много воды, практически полный отказ от молочных продуктов, а также добавка к своему рациону витаминов, протеина, аминокислот BCAA и аргинина. С тренинга с Егором у меня появилась возможность прилететь во Флориду, где я смогла отдохнуть и также потренироваться с ним живую, в его спортзале и отработать технику многих упражнений. Я думаю, что вы уже видели видео со мной на его канале. Именно эта поездка стала для меня переломной в моем тренинге, потому что до этой поездки я занималась с очень маленькими весами и даже не могла поднять простой гриф без веса. Но мне казалось на тот момент, что я даю достаточную нагрузку на себя и работаю по максимуму. Но когда я прилетела в Орландо и мы с Егором отработали технику приседов, различных тяг, и он дал мне вес, с которым я раньше никогда не работала, то я поняла, что не дорабатывала и могу делать намного больше. Когда я вернулась домой, то мои тренировки стали гораздо эффективнее. На данный момент я занимаюсь уже восьмой месяц и уже вижу результаты, которые меня очень и очень радуют. Работы, конечно, еще очень много, но сейчас я могу сказать, что нахожусь в своей самой лучшей форме, которая когда-либо у меня была, и на достигнутом, конечно же, останавливаться несложно. И несколько слов о том, как проходят мои тренировки. Я тренируюсь по принципу периодизации на различные мышечные волокна и в зависимости от того, какие мышцы я тренирую, тренировки проходят либо день через день, либо день через два. И также я не привязываю свои тренировки к конкретным дням недели, что очень удобно. Начинаю я всегда с разминки либо на эллипсе, либо на грибном тренажере, либо на велотренажере. Дальше у меня идут экстензии, и если вы смотрите канал, то наверняка знаете, что их несколько видов, и я всегда стараюсь их чередовать между собой. После разминки у меня идет основная тренировка, и в конце я всегда стараюсь делать гиперэкстензию три подхода по 15-20 раз. В моем зале есть простой тренажер для этого, но даже если тренажера нет, то можно запросто использовать тумбу, скамейку, либо тот же самый тренажер для экстензий. Также в своей тренировке я включаю скручивание на пресс примерно 2-3 раза в неделю, и, конечно же, в конце тренировки не забываю про заминку и растяжку на все тело. Обязательно тренируйтесь, держите свое тело здоровым, красивым и стройным, ведь, как известно, в здоровом теле здоровый дух. И всем спасибо за внимание, и, конечно же, увидимся в тренажерном зале. Пока-пока! Надеюсь, вам понравилось видео. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите обязательно в комментариях. На все я обязательно отвечу. Можете задавать вопросы Юле под этим видео, она тоже вам ответит в комментариях на ваши вопросы. Тренируйтесь, друзья, грамотно питайтесь, восстанавливайтесь. И будет у вас все хорошо и в жизни, и в тренинге, и во всем. А мы, как всегда, увидимся с вами в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не упустите возможность всего за 8 долларов купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Набирайте гугли в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарий, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok